Молитвами Святых Отец Наших, Господи Иисус Христе Божий Наш, помилуй нас. Аминь. Значит, я о возрождении свыше все-таки начал искать в святых отцах. Может, где-нибудь и найду. И вот Кирилл Александрийский, святитель. Я сначала смотрел богослужения, смотрел литургии. Древние все. Ни Анна Златоуста, ни Василия Великого, ни апостола Якова. Корова слезала. Нет возрождения свыше. Я смотрю, но за оглашенных должны же молиться, чтобы на них было возрождение апостола. Нигде нет. И, значит, первое я нашел где? В литургии апостольских постановлений. Молитва об оглашениях. Я нашел, значит, так вот. Так. Об оглашениях все усердно помолимся Богу, чтобы Он, благий и человеколюбивый, милостынно услышал молитвы их, просветил их и вразумил, научил их богопознанию, наставил их повелением, своими уставами, внедрил в них чистый и спасительный страх свой отверст, уши, сердец их, дабы они пребывали в законе его день и ночь, и утвердил их благочестие, присоединил и сопричислил их к своему сумасовому стаду, сподобив их бани возрождения. Вот. Единственная молитва, где осталась в древних апостольских постановлениях, где молятся о возрождении, сподобив их бани возрождения. А вот у Кирилла Александрийского толкование на третью главу Евангелия Атеана, вот в третью главу Евангелия Атеана, ни у кого нет. Вот он здесь говорит такие вещи. Воля же Отца состоит в том, чтобы человек оказался причастным к Святаго Духа и из земного садился небесным гражданином. А употребляя слово свыше о возрождении через Духа, ясно указывает этим на то, что Дух нисходит из сущности Бога и Отца. В каковом смысле, без сомнения, и сам говорит о себе в одном месте. А за твышных есим. Как и премудрый Клисиас, Евангелист говорит о нем. Свыше гряды над всеми есть. Потом это следующее, но четвертый и пятый стихи толкует. Слыша о новом и духовном рождении, он воображает еще через телесную тропу, возрождающуюся к родам уже рожденных людей. Не возвышаясь над законом нашей природы, определяя им божественные предметы, найдя высоту учения этого, недоступной, до своего ума не спадает и устремляется в Духу. И это потому, что как предмет при сильном бросании ударяющейся от твердых камня снова отскакивает назад. Так, думаю, и невежественный ум сталкивается с учением, которое не может осилить. А из вознемождений отступает. Так, отступает. Так, ага. Назад. Исследуя всегда свойственным умером, бесчестит высшее совершенное разумение. Находясь в таком состоянии, и начальник иудейский не принимает духовного рождения. Но потом примет. Ащи, кто не родится водой и духом, не может винить и в Царствие Божие. Это уже человека, не понимающего надлежащего вам образом. Что означает рождение свыше, Господь наставляет более ясными разумлениями и полно открывает ему познание таинства. Господь наш Иисус Христос называет возрождение через Духа рождением свыше, указывая этим на то, что превышающую всю сущность имеет Дух, через который мы становимся общниками божественной природы. Второе Петра, 1-4. Ну, в общем, там до 8-го стиха все он оттолкует. Значит, святитель Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие Атеана. Третья глава. Вот, значит, он... У меня вот такое издание. Такое издание. Но если есть другое какое, ну, наверняка есть. Там не успели. А так везде толкования нигде нет. Как корова слезала языком. Ни в богослужении нет о рождении свыше. Так вот. Не только в крещении есть там баню паки бытия. Вот единственную литургию апостольских постановлений нашел. Вот у меня такая литургия. Смотрел апостола Марка, апостола Якова, армянскую литургию. Там эфиопскую. Ни намека даже нет. Вот об оглашенных молятся, а чтобы рождение свыше нет намека. Вот только вот в апостоле их постановлений нашел. И Кирилла Александрийского. Все. Вот такая радость, в принципе, есть. Я об этом и говорю. Уже я позвоню этому брату. А? Я постоянно об этом говорю. Брату Вячеславу позвоню. Постоянно говорю. Ну да. Брату Вячеславу. Слушайте, как замедляется голос. Я говорю, а вам не слышу. Говорите. Ага. Замедляется что-то, тормозится. Вот я брату Вячеславу в Москву позвоню, скажу, что есть ссылка на святых отцов. Он же, помните, спрашивал? Кто может подсказать? На святых отцов есть ссылка. Кирилл Иерусалимский. И апостольских постановлений. Литургия. Кроме священного писания, которое православные не хотят понимать. Есть и святые отцы, говорят. Нашел я милостью Божию. Вот так вот. Слава Богу. Тут вот какое дело. Что скажешь? Здорово? Да. Да. Тут вот какое дело. Вот они сказали. А повторить ты этого не сможешь. Они сидели за столом и решали. За столами. А нужно сказать так, чтобы любой это понял. Пойди и подчеркни. Я хочу пить. А колонец находится в стане врага. И все-таки нашлись воины, которые пробились туда, подчеркнули и принесли. Но Давид не стал пить, вылил на землю. А при чем это дело? Дело в том, что вот эти все ответы, это с чем они отвечали? Это, может быть, Давид ответил, сына крови. А почему? Я знаю его биографию, Кирилла Александрийского. Не Иерусалимский, а Александрийский. У него дядя родной был, Феофил, патриарх. Александрийский. Александрийский. Который гнал Златоуста. И после ссылки он не вернулся. Сырдок с ней был. И когда Златоуст умер, ну ясное дело, что его приняли. Его этот Кирилл Александрийский ни под каким видом не хотел признавать святым. Потому что его убил практически его дядя. Феофил, который 10 тысяч монахов зарезал. Нанял там в пустыне. А дальше уже пишет житие. В видениях явилась Божья Матерь. И этому Кириллу сказала, надо его принять в диптихе, написать. Он не разбирался в этом деле. Он Златоуста не мог отличить от своего дяди убийцы. Первое. Второе. Почему они об этом не говорили? Потому что не имели. Тут и все. Говорит тот, кто знает. А отвечали они так запутанно, что ответить нельзя. Он должен конкретно показать, что нужно для литургии. Он должен показать, нужно вот это, вот это, вот это. Вино без этого нельзя и дальше. Что для крещения нужно? Конкретно вера, вода. От воды и духа. Так, что такое благодать? Вот Феофан Затворник сделал расклад. Три вида благодати. Призывающая, обращающая и освящающая. И все это легко понять. Что призывающая? Как призывать, кого не веровал? А что такое обращает? От нас это не зависит. Я хотя делаю наклон туда, Бог может и не дать. А освящающая полностью от Бога зависит. Действие рукоположенные. В аптесты его не имеют. Вот почему рождение свыше нужно объяснить так, чтобы любой понял. Любой. Считая вот это подобное все, я сделал для себя вывод. Если мы не умеем говорить просто, мы его не понимаем. Что такое уныние? Я беру из первого, третьего, пятого тома добротолюбия. Уныние, уныние там где-то. Я отвечаю, уныние. Состояние души от плохо сделанной работы. Вот тут любой поймет. Я все введу в эту формулу. А что такое сплашается совесть? Я отвечаю, это участок души, через который слышится голос Божий. Это мои наработки. И здесь скажу, рождение свыше определяется. Признание погибшим грешникам. Второе, принятие того, кто искупитель Христа. И третье, завершающее, истинным крещением троекратное погружение. Они этого не показывают. Они просто не знали. Они обязательно бы сказали. Вот причина какая. Да, он говорит правильно. Правильно говорит о Духе Святом. Но как это? Фактически, как это выполняется? Какие этапы? Они не раскладывают. И поэтому непонятно. У нас вход в церковь абсолютно неправильный. Ладошкой мокрой ребенку хлопнули, он уже церковный. Неправильно. Да. Неправильно. Нет, я не Игорь Тихонович. Я о чем говорю. Здесь видите как. Я о чем говорю. Когда человеку читаешь священное писание, Евангелие, просто Евангелие, что нужно, должно вам родиться свыше. Да. Не можете увидеть Царство Небесное. Да. Они что говорят? А где сказано у святых отцов? Он не будет там... Он священное писание прочитает, и все. Он не будет там дальше разбираться. Он не будет разбираться, какой был Кирилл Александрийский. Да. А вот если я ему открою и покажу... Вот смотри. А есть святой отец, который говорит о возрождении свыше. Он тогда скажет, а да, я ничего сказать не могу. Это не для того, чтобы... Это не мне, не вам нужно. Это нужно вот для тех, которые... Которым кроме Евангелия нужно вот еще костыли. Которые вот нужно. Кирилл Иерусалим, или еще кого-то. У кого вот не вы-то... А какой он был при жизни, это, ну, вы судите. И я могу там судить. Вот и Осипа, ну и Осипа Володского, я тоже не это... Не признаю его. Конечно. Как и вы. А других... Вот. А Кирилл Иерусалимский, ну, как... Есть. Поэтому я за каждый памятник стараюсь... Литургический, даже если его не служат сейчас. За каждое, это самое, святого отца цепляться. Чтобы о возрождении слышать, кто говорил. Помимо священного писания. Потому что сейчас у нас все больше на предания и на святых отцов. Это не для нас с вами. Я просто говорю, почему. Чтобы если придется беседовать, то была отсылка куда. Есть. Кирилл Иерусалимский, пожалуйста. Вот о чем я. Дело вот в чем. Понимаете, кто есть. Когда я беседовал с одним священником, настоятелем большого храма в Болгарии. А я говорю, а вот Серафим Саровский сказал так. Иоанн Кронштадтский вот так. Иоанн Златоуст. Он говорит, а что вы мне подставляете их? Я первый раз такое слышал. Это не Библия. У-у-у. Я говорю, тогда вопрос закрытый. А по Библии-то я вам сейчас в три минуты разложу. Показываю где. Священники говорят, а что ты мне показываешь на них? Это же не Библия. Вообще до того удивительно. Один раз в жизни встретил такой. Вообще. Ну, вот видите, ну таких священников можно перечесть там на двух ладонях? О, одной хватит. Во всех пятнадцать церквях. Одной хватит. Одной ладонь хватит. Одной хватит. Вот там и есть. У русских? Там были, смотри, Кирилл Туровский, другие. Ни у кого ни слова не сказано про рождение свыше. И живых проповедей я в разных храмах был. Нигде не слышал. Ни в Санкт-Петербурге, нигде. А почему? Причина одна. Они не знают важности этого. Они не знают, как это делается. И сами не рожденные. Причина-то одна. Ну, если не рожденные, если не было встречи с Богом, то что, нет, ну какая-то встреча была, была встреча. Кто-то там через Евангелие пришел, кто-то очистился. Но сама система со временем, она, я же по себе, он, я рассказывал Сергею, как вот, я пришел вот как бы через Евангелие, пришел в храм, крестился, вот, а потом пошел, значит, и с инвентистами, с баптистами, это, я с католическим священником, ему было за 70 лет, пришел к нему с Библией, читали, разговаривали, разбирали, ему за 70 лет было уже. И он со мной сидел, разбирал. Так я с ним, он один был в Бишкеке, а у нас три папа было. И я с ним встретился, и сумел поговорить несколько раз, чем, прежде чем встретился с православным священником. Потому что я прихожу в храм, ну вроде бы на службе есть священник, диакон. Я службу отстоял, подхожу там в Бишкеке, там в Панамарке, ну или у людей, как можно со священником поговорить? Там бабки грудью. А священник уже ушел, все, он это самое, уже ушел, уже все, нет, никого нет, никого нет, никого нет. Куда бы ни подошел, я около двух лет бегал, чтобы с отцом Владимиром встретиться, с Святковым. Пока там встретились, меня домой к нему не отвели. Вот так вот. Он сам-то бы готов поговорить, а вот вокруг него вот это вот стоят бабки, и нет, никого не подпускали. Это 80-е годы, как было, я рассказываю. А с католическим священником я могу хоть в неделю два раза встречаться. Приезжая, он с собой радостно встретит. А человеку за 70 лет было уже. А тем было по 30 лет, по 30 с копейками, 36-37, вот всем трем священникам. И я встретился только через два года после крещения. И их было трое, а он один успевал. И католический, и всякий. И о чем это говорит? О чем говорит? Вот так вот. Что у нас не давали. А сам священник бы и рад со мной поговорить даже был бы. И научить, и рассказать. А я... Бабки, бабки стояли, оберегали. Чтобы батюшка не устал. Чтобы батюшка там не надорвался. Чтобы батюшка не то, батюшка не все. Чтобы я какой-то сектант у него чего не спросил. Там и враги безмозглые были. Всякие, всякие люди. Как и ко мне пришел один, я в церкви служу. Зато тормозит как долго. Сильно тормозит. Павел спрашивает, как тут батюшка. Ой, отец Борис приехал такой худенький. А сейчас такой кругленький стал. Бабки. Вот, в общем, пришел один лжесвидетель. Я там читал. Читал. Пономарил. Здесь, в Питере. Приходит один лжесвидетель. Он крестился в православии. Принес крест. А сам ушел в лжесвидетели. Отрекаться. Ну, и никто с ним говорить не хочет. Я подошел. С ним сели. Он крест начитал. Ну, ладно, хорошо. Взял крест, отдал там свечнице. Пусть лежит, говорю. Ну, хорошо. С ним надо поговорить. Сидим по священному писанию, беседуем. Это единственный же свидетель, который пришел побеседовать. И говорит, ну, вот вы народ не учите. Я говорю, ну, как, есть у нас воскресная школа. Ну, этого, я говорю, конечно, недостаточно. Ни про поведение, ни воскресную школу. Ну, там, сидим по священному писанию, ему объясняю. Вот. Вокруг бегают меня уже опекатели. Эти бабки, тетки, бабки, там. То одно подбежит, спросит. Сергей Александрович, а то, что, что? Я говорю, ну, все хорошо. Потом я с вами разберусь. Опять с ним беседую. Опять то. Потом подбегают уже. У вас настоятель зовет. Я говорю, настоятель зовет. Я, значит, говорю, ну, извините, все. Ну, не успел человеку рассказать. Мы с ним побеседовали там около часа или час. Ну, ничего. Он услышает, значит. Обеседует, задает вопросы. Надо обеседовать. Настоятель зовет. Я выхожу на улицу. Он говорит, а мы специально, чтобы вас от него отрывать, это самое. Я говорю, ну, вы мне сделали медвежью услугу. Медвежью услугу сделали и мне, и ему. Зачем? Я вас просил об этом. Я с ним с удовольствием беседовал. Благовестал. А где он еще услышит? Ну, то есть вот так вот. Опекая. Опекатели. Да. Боятся за нас. Ну, в общем. Вот такие вещи. Ну, в общем, вот я потом, Вячеслав, вот ему нет в этом. Выйдет в скайп, я ему позвоню и скажу ему. Он говорил, что начал рассказывать о возрождении. А там говорит, а где у святых отцов? А кто говорит? Он на Геннадия Фаста сослался на отца Геннадия. Они говорят, ну, это не ошибка какой авторитет для нас. Вот я говорю, ну, хорошо. Стал искать. Ну, вот нашел. Я думал, что хоть у Иоанна Сатауста хоть что-то есть там в молитве об оглашенных. Пусто. У Василия Великого пусто. Апостол Яков пусто. Ничего нет. Григорий Посвятитель армян. Молитва. Ну, это может у них об оглашенных есть. Ничего. И только вот в одной молитве нашел. Вот есть вот об оглашенных молитвах апостольских постановлений. Ну. Такие вот вещи. Слава Богу за все. Слава Богу. Ну, у Вас как. Смотрел Ваше благовестие, как парни благовествовали. Это позапрошлое воскресенье там. Вот. А и до этого, как вот с Баптистом разговаривали. Я Сереже потом позвонил, написал, позвонил, Пупкову говорю. Ну, вы хорошо. Вы немножко не так говорили. Надо прежде всего говорить, спрашивать, в чем завет с Богом. Вот. Новый Завет, это же не книга, правильно? Это как бы сейчас книга стала, Новый Завет называется. А до этого вот были первые христиане, у них же не было такой книги у всех, в каждой церкви. А завет с Богом был. В чем завет с Богом? Если он грамотный более-менее скажет, Новый Завет в моей крови, ягу. Хорошо. Теперь подводи к тому, что для этого нужно, чтобы завет с Богом совершать. Не просто же вино и хлеб есть, правильно? А что нужно? Чтобы было законно и рукоположено священство. Вот смотри. Он сказал, как священство было в Ветхом Завете. Нет. В Новом Завете. Уже 1 Тимофею 4,14. Не не ради, а пребывающим тебя дарования. Который положит все по пророчеству с возложением рук священства. Уже священство. Новая Заветная священство. Надо было так. Я просто с ним поделился моим опытом. Он говорит, ну хорошо, спасибо. Все так говорит. А так очень мне понравилось. Как и с детьми, и с баптистом. Но он ушел недовольный. И вы разошлись просто. А так, говорю, очень благословенная была, так сказать, проповедь. Вот. Ну, вот такие вещи. Ну, относительно Завета, нужно сказать так. В Ветхом Завете они вступали через обрезание. Господь говорит, кто не войдет в Завет, и душа та истребится. Так в Новом Завете крещение заменило то. И поэтому мы даем Богу обещание доброй совести. Завет с Богом. А монашество придумало, теперь мы даем другой обет. Как бы второе крещение. Какое второе-то, когда оно единое крещение? Ну, монашество, на самом деле, очень-очень. Я вот сейчас вот и Жене рассказываю, вот это, и вообще с ним же беседу. Какое все-таки вредно. Ну, считаю Ефрема Сирина. Великолепно, да. Он много говорит о страстях, как бороться. Но монашеское. У нас вот почему, вот есть монашеская община. Вот у нас почему, какое извращение произошло. У нас сейчас в миру, в миру взяли студийский устав. Самый суровый монашеский устав. Самый суровый. И вот на этом у нас все богослужение как бы основывается. А литургия должна основываться на проповеди. На проповеди во Христа. И что, почему, вот я вот так понял. Я вот тоже раньше готовил сроду. А потом, когда услышал, так кровью мы действительно изливаемое. Господь излил, а мы у нас кровью на кресте. Мы должны его размышлять об его теле, о его ранах. Как мы больны, что он за меня. Мои болячки, вот эти вот болезни. Он понес на кресте. Вот о чем я должен размышлять за литургией. Во время литургии. То есть, поэтому я потом, я как бы немножко по-другому. До меня не особо-то доходило. Я вот готовился, все любил, читал, смотрел литургии. А как бы на Голгофу войти у меня не хватало ума. Вот это потом уже немножечко я стал. С вашей помощью, за что я вам очень благодарен. Спасибо Господи, что вы как бы немножко, несколько раз сказали. И я послушал и понял, что да, не то. Изливаемая кровь на Голгофе, которая, вот раны Христовы. Вот его кровь пролитая за меня. Вот такие вещи. Исповедь к священнику подходим. Это разрешишься от грехов после исповеди. А сейчас все применили на причастие. Согрешил, что иди причастись. Этого нигде нету. Это дается для жизни. Не будет иметь в себе жизни. И когда человек причащается, у него внутреннее освящение, обновление, как образно сказать, как кровь донора. Да, нет, это понятно, это понятно. Здесь, почему произошло это и в греческой церкви, в греческой церкви, и сейчас два отдельных таинства, исповедь и причастие, они не соединены, как у нас, как в русской церкви. У католиков два таинства не соединены, как у нас. Ты можешь исповедаться и причащаться, а можешь просто прийти и исповедаться, а можешь просто причаститься, прийти, как у грехов. И вот меня тоже Женя спрашивает, а что же я буду это самое, каждый раз исповедаться, причащаться? Зачем перед каждым? Я говорю, ну ты сразу поставься священникам этот вопрос. Если тяжко не согрешаешь каких-то грехов, серьезных, то, естественно, должен исповедаться перед крещением, должен исповедаться, рассказать, что-то там было. В крещении те грехи простятся, это понятно. А потом уже, раз ты возражен, слышишь, должен воздерживаться, греха бояться, как огня, все. В общем-то, это два разных таинства. Но поскольку у нас исторически сложилось так, что причащали, так получилось, чтобы человек не пришел просто в церковь и сразу к чаше, у нас, чтобы человек, священник с ним поговорил, такая как бы практика. Как он постился, готовился к причастию, какие у него грехи там. Поэтому у нас перед исповедью совершенно оправданно есть причастие, чтобы не было проходного двора окончательно. Есть причастие. Но на самом деле это два разных таинства. Они связаны по вскольку, по стольку. Желательно, но не обязательно. Вот об общее исповеде? Ну, вот как бы вот так вот. Когда настаивает. Это в восьмом томе настольной книги священнослужителя, ныне канонизированный Серафим Щищагов говорит, ваш, Санкт-Петербургский, что если только там, в верхах, знают что, то Иоанн Кронштадтский кается и плащет за то, что подал соблазн до общей исповеди. Ну, да. Он только соблазн. Но у нас какая практика? У нас в основном все отдали в руки женщин. Почему? Вот у нас, может быть, и для кого-то это была практика терпимая. Достаточно вот для Иоанна Кронштадтского. Но это не значит, что это нужно было ввести поголовно и везде. Все возомнили себя Иоанном Кронштадтским. Или как вот Серафим Саровский пишет, там у одной женщины сын пил. И он говорит, ну, даже дома не держите посуду для вина. Это он говорит непосредственно им. Значит, что там читает баба, женщина читает и подходит, говорит, а что, для вина дома нельзя держать посуду вообще, что ли? А что вы взяли? Да вот Серафим Саровский говорит. Как говорит? Да вот был пьяницей. Ну, ему вот и сказано, ему нельзя держать. А нельзя вот такими же быть твердолобами, что вот если одному нельзя, то и... Да, пьянство грех. Но как бы не значит, что это... Вы же не страдаете этим недугом. Вот. Поэтому другому нельзя там... Он блудный был, ему нельзя там... С блудниками он совратится сразу в блуд. Третьему третье нельзя. Курение нельзя. Если он курил, ему правильно, ему нельзя. Даже дома сигареты вообще... Ну, это никому нельзя. Ему, может, даже и табак в руки нельзя брать. А на самом деле никотин, он может быть и как лекарство. Ничего по себе не зло. Зло становится употреблением. Мы употребляем во зло. А зло само по себе ничего не зло. Сергей, вы овечек пасли когда-нибудь? Овечек, овец. Нет, без овец. Я скажу, более глупого, более глупого животного нету. Дрессированных овец нигде нету. Ни в одном стирке нигде нету. Медведь умеет на мотоцикле ездить, заяц барабан колотит. А овечка ничего не может. Она глупая. Более глупого животного нету. Но отец у нас пас. Я их хорошо знаю. Когда они заходят в деник, где ночевать будут, и ты стоишь в воротах, вот так палку подставишь, первый, который идет, он через нее прыгнул. Вторая идет, прыгает. Я палку уберу, отошел в стороны. Все до одной идут, на этом месте прыгают. Это мы, православные. Одному сказал, не держи посуду. Все дома пришли, посуду побили. Вот, вот, вот. У нас, как бы, получается, что в отличие от этого самого, у нас священство. Это, слава Богу. Но мужчин из храмов вымели, оставили женщин. И женщины начинают это. Вот взять у мусульман. У них костяк, вот, всегда мужчины. У иудеев обязательно. Беньян называется. Если, ну, десяти мужчин нет, то, значит, собрание неполное. Вот. А у нас, получается, везде все. Это хорошо, что женщины есть. Но они заняли место мужчин. И потом они уже начали сами богословствовать. А вот это вот страшно. Это ни в коем случае нельзя. И вот это вот в наше время, как бы, женский ум ум другой. И вот начинается вот святых отцов. А некоторые, кому удобно было, этим воспользовались. Вот, кому удобно было вот это вот бабье-богословие, они воспользовались этим. Поповство и епископство. И все. Они их возносят, как это. А им царками нужно быть, как бы. Поэтому и вот такое у нас и извращение. А надо возвращать немножко я так и назову этот ролик с вами. Так и есть ведь. Я назову этот ролик бабье-богословие. Я боюсь, потом подумают, что я богословствую, как баба. Неправильно подумал. Ну ладно, Сергей, все, я отхожу. Ладно, да, с Богом. Благодарю. Мы хорошо провели время. Спасибо, не рад был вас. Я вам. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Опять остыло все. Все, Пульхерия Ивановна, что бы нам поесть-то тут?